Мне вот по этому поводу интересно, а какая вообще цель этой всей товарухи, по вашему мнению? Что будет победой? Мы когда узнаем, узнаем это, когда это закончится. Мне интересно ваше мнение. Что для вас будет означать победа в этой войне? Победа? Ну я думаю, тут победы не будет, точно. А, то есть вы уже уверены, что победы не будет? Нет, тут другие вопросы решаются. Тут не вопросы с Украиной решаются. Вы же сами понимаете, что я не глупый человек. Вы же понимаете, что тут вопросы не с Украиной решаются. Я немножко по-другому думаю. Так вы ваше мнение сказали, я же поэтому и разговариваю с людьми, чтобы понять другую точку зрения. Вы же понимаете, что многие россияне поддерживают эту операцию. Понимаю. Тут защита, тут не какое-то там завоевание территории. У нас своей территории вполне хватает. Я думаю, тут защита, защита обычных русских людей. Защита. Ну так хорошо. Какой итог этой войны будет приемлем для России? Какой итог? А, какой итог? Ну все, я вас понял. Я имел в виду победа, это когда вот закончится, когда все договорились между собой. Нет, ну тут, да, да. Вот в итоге договориться миром все это закончится. И Украина подпишет, ну, допустим, нейтральный статус. Вот этот вот, что никаких баз, никакого НАТО. И, как говорится, ну, просто, грубо говоря, будет буфером между Россией и Европой. А вот то, что... Может быть, останется там маленький кусочек, маленький кусочек останется у Украины. Вот там Киев, возможно, там по правому берегу, Днепр, там часть Буковина заберет Румыния, Венгрия свой кусок заберет, Польша свой кусок заберет. Может быть, кусочек Белоруссии достанется такой-то там. То есть, останется маленький бусер такой, маленький бусер Украины останется между Россией и Европой. То есть, приемлемый итог для вас это раздел Украины между соседями? Ну, скорее всего, так и будет. Скорее всего, так и будет. Но поляки явно эту цель преследуют. А Россия не преследует? Ну, Россия давно предлагала договориться и мирный договор заключить и все остальное. Зачем эти нужны были и Минские соглашения? Она же восемь лет уговаривали. Давайте договоримся уже, есть договор, давайте выполняйте. Это же было. Ну, Минские соглашения были же. Ну, как и Будапештский меморандум, например, был в 1994 году. Что такое меморандум? Соглашение. Меморандум – это договор о намерениях. Понимаете? Меморандум – это договор о намерениях, который даже Украинская Рада не ратифицировала. То есть, они не собирались даже эти намерения выполнять. Что там ратифицировано всеми? Ну, а то, что… Ну, загуглите, загуглите, загуглите. Давайте, у вас есть компьютер, вы блогер, вы сидите там. Ну, давайте. Забейте сначала, что такое меморандум? Что такое меморандум? Просто вот юридическое определение меморандум. Что такое меморандум? Это договор о намерении. Так, меморандум. Словно, с латинского, что должно помнить? Дипломатическая нота, в которой излагается историческое положение какого-либо вопроса и образ действий данного правительства по этому вопросу, изложение взглядов на какой-либо вопрос. Меморандум может использоваться в дипломатических отношениях в качестве докладной записки или справки внутри организации. Так, дальше там про страхование говорится. То есть, это значит ничего не значащий документ? Смотрите, написано, в российских словарях меморандум обычно определяется как дипломатический документ, излагающий фактическую или юридическую сторону какого-либо вопроса. Ну, то есть, это была юридическая сторона, фактическая сторона какого-то вопроса. То есть, она юридически была не закреплена. То есть, договор не был подписан в итоге. Был подписан меморандум. Это меморандум. Ну, можете еще в других источках узнать, что такое меморандум. Это договор о намерении. То есть, мы собираемся когда-то... Вот вы, если ратифицируете этот меморандум, тогда мы с вами заключим договор. Вот так же эта... Украинская Рада этот меморандум не ратифицировала. Но, тем не менее, они отдали. Под нажимом Америки они отдали это оружие ядерное. То есть, они отдали боеголовки. Ядерные боеголовки. Отдали, вернули на территорию Советского Союза. Ну, Россию. Но это было под нажимом не России. Это было под нажимом не России. Это было под нажимом Америки. Потому что в то же время Билл Клинтон уже понимал, что нельзя оставлять на Украине ядерные боеголовки. То есть, этот меморандум предложила не Россия. Этот меморандум предложила подписать не Россия. Это было под руководством Клинтона происходило. Ну, так она просто забрала боеголовки и все. И обязала соблюдать, соблюдать, как там, целостность Украины. Если Украина будет соблюдать свои, короче, обязательства. Но Украина свои обязательства перестала соблюдать. Она внесла в Конституцию, в Евросоюз, в НАТО и туда-сюда. А была изначальная суверенитет Украины, что они будут суверенны и независимы и вне блока. Это право Украины? Не было в меморандуме никаких постановлений о том, что Украина не может куда-то вступать. Это меморандум. Нет, а вот это было записано в 90-м году. Вот это вот внеблоковый статус Украины был прописан в 92-м году. Хорошо, вы не считаете меморандум документом. Меморандум – это договор намерение. Есть же ратификация границ Украины. Подожди, это отдельно. Нет, 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 нет. Границы Украины, как говорится, не было. Потому что это стоило больших денег, 100 миллионов долларов на тот момент. И в 92-м или 93-м году украинское правительство поджалило этих денег на границы. Чтобы вот именно… Российская Дума признала границу Украины в 98-м году. Нет, это делается не так. Посмотрите, как границы, короче, обговаривают. Посмотрите, как границы, так происходит. Взаимно признаются границы. Нет, 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 нет. Юридически даже Советский Союз не распался. А Россия – это правоприемница Советского Союза. Ладно, вернемся все-таки к первому вопросу. Итак, что… Нет, давайте мы закончим. Вы как-то… Заканчиваем, но это получается вопрос веры. Вы говорите, что вот так, вы говорите, что вот так. Это не вопрос веры. Это вопрос юридических документов, международных юридических договоров или всего остального. Вы понимаете, что границы не лимитированы в ООН? Границы не лимитированы в ООН. Посмотрите, почитайте. Что значит «не лимитированы в ООН?» Ну, потому что делимитизация границ – это все происходит через ООН тоже самое. То есть ООН должна признать. У нас между Россией и Украиной не было делимитизации границ. Ну вот договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской государственной границе. 28 января 2003 года. 2003 года. Что там? Ну, тут куча статей, описывающие, как у них проходит граница. Описание прохождения государственной границы между Российской Федерацией и Украиной. И просто куча описать. Делимитизация. В ОООН. Посмотрите, ВООН. Кто-нибудь это все признавал? Вот это все, деление границ? То есть остров, остров там… А, Тузла. О, это, Тузла. Тузла. Ну, вообще написано, что оформление границ стран не входит в сферу ответственности ООН. Почему? А в чё сферу у нас ходят? А? В чё сферу у нас ходят? Договоров между стран, которые определяют эти границы. Нет, но многие-многие говорят, что вот эти страны, все страны признали границы Украины. Все страны признали границы Украины. Россия не признавала границы Украины. Как может, например, там, грубо говоря, Литва быть против границ между Украиной и Россией? Это вообще не одно… Две страны между собой определяют, как между ними проходят границы. Это должен быть международный договор, который должен быть… Так вот он есть, этот международный договор между Украиной и Россией, который, я говорю, подписан в январе 2003 года. Кем подписан? Ну, вы мне постоянно какие-то новые, знаете, накидываете, вы просто не соглашаетесь с чем, что я говорю, и вы накидываете какие-то новые кузы ещё. Я вам и говорю про то, что не было соглашений о делимитализации границ между Россией и Украиной. Не было подписано. Так, подписано. Со стороны Российской Федерации первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Трубников, со стороны Украины заместитель государственного секретаря Министерства иностранных дел Украины, МОЦИК. И что это? Это договор о границах? Договор между Российской Федерацией и Украиной о российско-украинской границе. Государственной границе. 28 января 2003 год. 28 января 2003 год. Найдите остров Тузла. Информацию об острове Тузла. Ну и что я о нём найду и что произойдёт? Ну, поищите, поищите. Так а сколько можно? Я буду что, вот, все ваши вбросы поискать и опровергать? Это не вбросы, это информация. Ну давайте. Нет, позовите, я уже нашёл договор о признании границ друг друга. Посмотрите информацию об острове Тузла. В каком году? Что, по чём? По чём? Да я не хочу. Как дело было? Я как бы уже для себя нашёл информацию, которая показывает, что вы неправы. Нет, нет, нет. Я ещё должен что-то ещё искать дальше. Вы до конца не разобрались в этом вопросе. Ну, конечно. В 2003 году у России была предпринята попытка соединения острова с косой Тузла путём строительства дамбы, приведшая к межгосударственному конфликту о принадлежности острова. Вот, ну вот. То есть граница до сих пор не урегулирована. На острове Тузла? Не важно. Это если кусок границы не урегулирован, значит границы никакой нет. Это в юридической плоскости вопроса. Я вам ещё раз повторяю. Конкретный договор, где описаны вот так граница идёт, вот так. Там просто описано словами. Вот именно, что договор не подписан до конца. Вы понимаете? Что нет договора, который подписан до конца. Есть территориальный спор. Есть территориальный спор. То есть страны между собой до сих пор не договорились. Да, и это в принципе повод присоединить Донецкую, Луганскую, Херсонскую и всё это. Я понял. Мы можем по кругу сейчас дальше идти. Это вопрос веры. Как это по кругу, конечно. Я понял, вы верите, вот в это верите. Это вопрос не веры. Это вопрос решения людей, которые живут на этой территории. Понимаете? Украина всё время говорит о территориях, а Россия говорит о людях. Чувствуете разницу? Чувствуете разницу? То есть Украина всё время хочет вернуть территории. Люди ей нахер не нужны. То есть они говорят, чемодан, вокзал, Россия. Это их слоган. Чемодан, вокзал, Россия. То есть люди им нахер не нужны. Им нужна территория. Вот и вся разница между Россией и Украиной А Россия за людей Я понял, Россия за людей Давайте на этом закончим Ну давайте, давайте закончим Хорошей вам ночи Это просто разговаривать с верующими Это трындец, конечно, какой-то Просто ему уже договор пока Нет, ты Тузлу посмотри Посмотри Тузлу Что такое, блин Подписанный договор уже Там просто договор, там огромная Я листал, листал, листал Там просто описаны точки, понимай Я даже, наверное, скину ссылку В чатик Там точки описаны, как идет граница Конкретно описаны просто И он говорит, нет, не подписано Ни хрена не подписано Он говорит, один аргумент, я его опровергаю Он следующий опровергаю Да сколько это можно, блин? Он доходит Это, знаете, такая вот ситуация Когда он дойдет до того, чего я не знаю Он такая, ага Вот вы не знаете, значит А вот так оно и было Ну, короче, вы слышали Вот мне было интересно в данном случае Услышать цели этой войны Как вы поняли, раздел Украины Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова